Привет! Меня зовут Сергей Калинин. Сегодня я научу вас готовить удивительное блюдо. Это одновременно и десерт, и закуска. Невероятное нежное, рассыпчатое, ароматное итальянское печенье по стечерию. А король этого блюда и, несомненно, главный ингредиент – ваш любимый твердый сыр. Именно с него мы и начнем приготовление. Нам понадобится сыр Грюнвальд с пожитником. 150 грамм. Для приготовления печенья я рекомендую брать оригинальный твердый сыр с пожитником. Он придаст блюду ярко выраженную ореховую нотку и пикантный орехово-грибной аромат. Сыр нарезаем кубиками примерно 1,5 на 1,5 см и отправляем его в чашу блендера. Кроме сыра для теста нам понадобится мука, разрыхлитель, сливочное масло, яичный желток и специи. А пока включим духовку на 180 градусов. Смешиваем 200 граммов муки, это ровно 1 стакан, с половиной чайной ложки разрыхлителя и отправляем эту смесь в чашу блендера. Берем сливочное масло, понадобится 100 граммов, это половина пачки. И режем его на такие же губики, как и сыр. И тоже отправляем в чашу. Теперь берем 2 яйца и отделяем желтки от белков. Желтки добавляем к остальным ингредиентам, а пиалу с белками пока отставим. Пришло время специй. Чтобы придать нашему блюду особенный привкус, добавим по четверти чайной ложки белого молотого перца, сушеной паприки и мускатного ореха. И смешиваем все в блендере до однородной массы. Теперь стол подпыляем мукой. Перекладываем наше тесто и вымешиваем руками, пока оно не перестанет липнуть. Посмотрите, какой красивый желтенький колобочек у нас получился. Оборачиваем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. Достаем тесто из холодильника, еще раз обминаем его руками, раскатываем в пласт толщиной 3-4 мм. Теперь берем обычный стакан и вырезаем из теста кружочки. Можете использовать формочки для печенья или рюмку. Готово. Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье. Чтобы украсить наше печенье, возьмем 20 граммов арахиса и 20 граммов кунжута. Арахис у меня уже очищенный. Мелко порубим ножом и смешиваем с кунжутом. А чтобы украшения держались, к белку добавим 20 мл сливок. Достаточно 18% жирности. Легонько взбиваем вилочкой. И вот теперь силиконовой кисточкой легко смазываем печенье этой смесью. И присыпаем арахисом с кунжутом. Отправляем эту красоту в духовку на 10 минут. Посмотрите на это чудо! Какой красивый золотистый оттенок! А этот сногсшибательный сырный аромат невозможно удержаться. Это невероятно вкусно и очень легко. Я уверен, вы и ваши близкие придете в такой же восторг, как и я. И не забудьте, через неделю я поделюсь с вами еще одним сырным рецептом. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова